привет и добро пожаловать на мой канал сегодня хочу вам показать свои очередные покупки и начну вот с этой палетки от анастасии beverly hills это палетка и и ноу в не знаю как правильно произносится покупала я ее на культ бьюти с 20 процентной скидкой это наверно была самая большая скидка которая была возможна я смотрела по всем сайтам в тот момент довести на 15 было здесь же вот 48 паундов стоила эта палетка и 20 процентной скидкой получалось 38 паундов точно как бы десятку вы экономили что принципе очень даже неплохо так вот она выглядит у меня не знаю или уже вышло видео на эту палетку или выйдет видео на эту палетку со всеми сводчами там вы уже можете посмотреть эту палетку со всеми именно сводчами с моим мнением о ней после тестирования ну вот так вот она по крайней мере выглядит очень давно я ее хотела просто ждала какие-то скидки так что вот посмотрите если интересно сводчи и мнение уже в отдельном видео про эту палетку также я воспользовалась опять же пяти паундовым ваучером на культ бьюти и купила вот такую вот такие пробнички от парфюмов от бренда эссенчик молекулас стоил он а я уже по моему 20 если не ошибаюсь ну в общем на него была 20 процентная скидка что уже неплохо плюс если вы там в определенных покупаете определенное количество вы получаете вы получаете вот этот вот лояльте уровне и достигнув определенного уровня у вас независимо ни от чего доставка бесплатно вот у меня как бы доставка бесплатно и то есть и так он там по-моему стоил что-то 16 паундов плюс там 5 паундов было культ бьюти ваучер который давался и мне получилось вот вот эти вот сколько у нас тут раз два три 4 5 10 11 10 пробничков вот этих парфюмов за 11 паундов то есть это как бы на мой взгляд очень дешево чтобы их попробовать давно хотела попробовать знаю них очень популярны второй нашумевший такой знаете но это интересно было их попробовать мы были кстати в аэропорту когда из турции возвращались в турецком аэропорту уже в duty free и проходили мимо ходил мой долго там естественно все эти проверки в турции в аэропортах там просто 100 кругов ада пройдете плюс естественно вы рано выезжаете из аэропорта а из отеля ну и в общем мы там проходя мимо какой-то захватили парфюм попшикались и пошли дальше и вот я взяла какой-то молекула они же унисекс мужа быстро как говорится поспреила и у меня ребенку очень понравился это был зелененький вот я не знаю это вот третий был или какой вот баночка точно была зелененькая ей безумно понравился ну вот так вот я решила взять попробовать посмотреть потестировать может быть какой-то понравится и тогда какой-нибудь приобрету обычно я унисекс не особо люблю парфюмы я люблю больше такое какое-то свежесть сладость цветочность может присутствовать все такое смесь знаете такой компот из этого всего лимончик какой-то чуть-чуть совсем да то есть но опять же чтобы было в сочетании со сладостью с цветочностью со свежестью здесь как правило не секс они больше более таким грубые ароматы но бывают и ничего так что вот попробую посмотрю может какой-то и понравится здесь вот множество этих ароматов попробовать и за 11 паундов почему бы и нет кстати очень так знаете достойно упаковано на мой взгляд и давайте посмотрим сколько у нас тут два миллилитра в каждом пробнике тоже очень даже неплохо хорошо что это тоже в виде спрея а не виде палочки не люблю когда виде палочки в общем на культ бьюти также я хотела кстати на культ бьюти взять и байки лен но у них как-то закончился он и больше его не вижу только на официальном сайте вижу стоил байки лен пробнички 25 час уже стоит 30 только дорожают за 30 вы можете купить полноразмерный парфюм конечно не от кили но какой-то поэтому знаете я так жду пока будут какие-то скидки или же когда меня черт за ногу дёрнет чтобы купить пробнички ну вот так вот в общем такие вот пробнички взяла тоже кстати какая красивая упаковочка вся такая вот интересная также взяла попробовать не пробовала я этот бренд бренд называется не это основан этот бренд бывший основательницы стила джан лабель в настоящее время это просто производит революцию в индустрии макияжа интересный у него такой контент то есть вы можете сделать ежемесячную подписку и бренд будет вам высылать такую открыточку с пробничком косметики то есть там уже такой специально делается такая открытка там могут быть такие пробники ну сводчат такие вот знаете когда вы открываете и так вот там вот чуть-чуть помады это буквально помада каких-то вот три тенюшки опять же так вот но вы открываете да ну можно не открывать как открыточку открываете здесь у вас будут три допустим тенюшки то есть вы так вот ежемесячно пробуете этот продукт и если вам что-то нравится вы можете купить полноразмерный продукт и у них на сайте есть хотя да есть на сайте у них и трио да тенюшки трио то есть очень удобно есть однушки я бы с удовольствием купила бы трио то есть в одной палетке вас сразу же три оттенка представлены они здесь только на культ бьюти на культ бьюти продают только однушки покупала я однушку вот это у меня такая вот однушка чисто для попробовать с 20 процентной скидки то есть опять же на культ бьюти были там мне кажется почти все тени по 20 процентной скидки то есть так они стоят 23 паунда а мне они обошлись в 18 паунда и здесь такая схема то есть вы покупаете тени вот кстати сами тени и вот ним также должны купить коробочку ну или вы можете не покупать коробочку и у вас тогда тени будут храниться вот в таком контейнере что в принципе тоже может быть потому что смотрите какая массивная упаковка то есть вот так конечно хранить тенюшку сейчас на гораздо проще чем вот такого вот такую огромную упаковку держать сам контейнер вот этот вот для однушки стоил пять паундов но опять же была на него скидка я ее покупала за четыре это у нас не третий шейди так называется это такой прессованный пигмент я сначала изначально планировала купить другой оттенок ну как-то много отзывов положительных было об оттенке мюз и решила взять его если же покупать трио то получается мюз это был здесь вот так и здесь еще два оттенка я бы вот лучше с удовольствием купила бы себе трио но здесь они не представлены возможности и купить нету потому что ну понимаете такая тенюха это просто даже пудра и румяна знаете нужно года чтобы закончилась а здесь тенюха такая то есть это надо очень любить этот оттенок и в принципе только и мы пользоваться сколько у нас тут написано 4 грамма но представляете да сколько здесь этих теней кстати очень интересно у него упаковка мой здесь видите сингл так вот это выглядит по моему на этом официальном сайте их купить нельзя только на каких-то они говорят о том где можно купить на каких сайтах можно купить там просто они объясняют свою концепцию о себе рассказывают и все продукты можете посмотреть здесь она такая интересная это не пластик это такая резина ну вот здесь такая она вся в общем про резиновая не знаю здесь я так понимаю что нужно отклеивать эту штучку и вклеивать вот этот сюда рефил который понятно потом там навсегда и останется надеюсь что он будет крепко держаться хотя здесь тоже такая знаете крепкая резина которую вот туда мне кажется просто захотите не вытяните ну вот тут есть может быть это и не она не оклейка лент в общем не не за потом как будто бы вы можете до вытолкнув его оттуда но сомневаюсь что это штучка которая наклеивающаяся потом хорошо будет держать следующие тени все зависит от того насколько сама вот эта упаковочка крепко здесь счастливый красивый и свободный вот этот мин так вот выглядит в общем конечно такая массивная она такая тяжеленькая не знаю что с ним будет через время но она такая знаете увесистая держать ее конечно с однушками будет немножко так знаете как мини-палеточка такая будет так что лучше бы это было бы трешка но вот не знаю почему на культ бьюти очень мало представлено буквально вот эти однушки и мне кажется хайлайтера даже по моему мне блески наверно тоже какие-то представлены ну вот этот оттенок оттенок мюс повторюсь вот он он мюс pretty shady рисованный пигмент ну вот такой вот принципе красивый оттенок он мне чем-то тоже напоминает румяна от бренда на арс их знаменитый оргазм ну красиво смотрите какой красивый такой металлический оттенок кстати очень красиво посмотрите какой красивый оттенок я люблю такие оттенки он такой нежный видите такой какой-то золотинкой очень красивый оттенок вот посмотрите как в тенечке от красивый оттенок смотрится мне кажется тоже подойдет очень многим потому что он такой нежненький очень и конечно очень красивый но его все равно много все равно конечно лучше брать трешку если у вас есть возможность взять эти тени в трио то лучше брать в трио у вас будет три оттенка и не будет такого огромного формата который но сомневаюсь что вам нужен такой большой формат такой вот красивый оттенок вот смотаном тенечки вот сам этот оттенок вот видите такой как слегка дуахромит в такой золотистый оттенок вот нин в оттенке мюс вот кстати этот нин мюс оттенок при вечернем освещении мне кажется в какой то степени он возможно может даже быть хайлайтер ными румянами могут быть то есть таким если вот знаете сейчас вот тоже смотрю много румян выходит с таким такие розоватые золотистым подтоном вот мне кажется если вы любите такие хайлайтеры которые чуть подсвечивают то возможно возможно это как раз таки тот вариант хайлайтер вернее хайлайтера румян которые тоже могут вполне подойти как как румяные не только как тени таким вот как самостоятельным оттенком он будет больше как таким знаете полу ну таким нюдовым полузаметным полупрозрачным таким нежненьким с таким как сияющим немножко эффектом вот просто хотела показать их также при вечернем освещении как они выглядят хочу быстренько хочу быстренько сюда вставить я сделала такой ресерч видите написала себе все чтобы у меня пока осталось пока я буду тестировать как я поняла что думаю возможно вы это знаете молекула это парфюм на одной ноте основан то здесь только одна нота вот например единички это у нас iso и супер здесь у нас амбраксан здесь у нас ветивер в четверке у нас сандал и в пятерке у нас кашмиран первая выпущена в 2006 2 в 2008 3 в 2010 4 в 2017 и пятерка в 2020 то же самая история с ешкой эксцентрик они выпущены в одинаковом году то есть молекула первая выпущена в 2006 значит и эсцентрик тоже выпущен в 2006 то же самая молекула 2 в 2008 и эсцентрик в 2008 то есть они совпадают по годам и как я уже сказала молекула она на одной ноте а эсцентрик он с этой ноты плюс дополнение еще к нотам пятерка оказалась самая насыщенная по нотам в ней больше всего нот то есть допустим если взять молекулу первую она как я уже сказала на iso и супер а эсцентрик первый он iso и супер плюс розовый перец лимон и рис чуть-чуть ноток добавили самая популярная это молекула 2 кому-то эсцентрик 2 я их уже потестила и могу сказать что это такая более какая-то древесная это же более она мне что-то напоминает не могу понять что в ней какая-то кислинка чуть-чуть есть как будто бы как будто бы они чуть-чуть похожи но это больше как-то мне кажется раскрывается она как будто бы больше эсцентрики чем молекулы и видите я тоже подписала и допустим молекула 2 это просто амброксан самая популярная а самая шлейфовая четверка ну насколько по крайней мере люди говорят что вот четверка самая шлейфовая и кстати молекула 4 это любимый аромат самого производителя здесь у нас получается амброксан а уже в эксцентрике втором здесь естественно амброксан здесь также есть iso и супер который отсюда у нас ирис жасмин то есть чуть-чуть тоже но так в молекуле 3 у нас ветивер а уже в эксцентрике третьем он шипрвы здесь и лайм и имбирь и перец и рис чай жасмин ну естественно ветивер кожа сандал кедр мускус то есть видите уже такой другой как будто бы парфюм то есть не то что чуть-чуть добавлена нота и вот эта молекула раскроет эти ноты здесь уже прям полноценный другой аромат 4 который по многим меркам самый шлейфовый это древесный также вот носят к пудровым теплым пряным как я сказал 2017 году как эсцентрик 4 здесь у нас сандал а в эксцентрике здесь сандал грейпфрут можжевельник османтус роза мастиковое дерево гальбанум не знаю также вот допустим вот видите я вообще не знаю вот в этих нотах как они пахнут ну я имею ввиду так вот отдельно скажу мне амброксан ветивер сандал может сандал еще понимаю кашмиран тоже не знаю ну и пятерка как я уже сказала она мне кажется самая насыщенная эксцентрик здесь у нас кашмиран он относится к древесным фужерным пудровый амбровый мускусный аэсцентрик он такой древесный фужерный свежий пряный мускусный амбровый цитрусовый то есть большое количество и здесь у нас большая очень пирамида то есть в начале у нас стоит можжевельник бергамот розмарин апельсин лавр базилик лист инжира сам инжир в эксцентрике также в базе у нас лежит кипарис гидеон и рис фрезия жасмин и в вернее в начинке да и в базе у нас из то есть у нас получается в базе в эксцентрике собраны просто все потому что у нас тут и молекула и иса и супер и у нас тут кашмиран и у нас амброксан ну и также мускус мастиковое дерево лабданум не знаю что это такое так что вот наверное пятерка у нас такая самая самая наверное насыщенная эксцентрик ну вот это такая маленькая вставочка для тех кто как и я не очень понимала в этих молекулах так что вот повторю что м1 это чистая молекула здесь только одна нота и больше ничего и как говорит сам производитель что она раскрывается на всех по-разному но насколько люди говорят на всех она раскрывается одинаково и разницы никакой нету и е это эксцентрик это уже это базовая нота с добавлением других но мне лично кажется что эксцентрики должны быть более интересные более насыщенные чем просто одна нота конечно же как же моя покупка могла обойтись без вот этого давай кстати хочу обратить внимание покупала я его в бут и и здесь написано made in russia потому что например с азды все made in russia убрали и теперь там написано made in italy где мы еще были в другом магазине я видела made in poland в общем нигде уже made in russia нету вот один остался затесался в бути написано еще made in russia так я уже больше если честно не встречала я вот в азди видела made in russia но не смогла их купить потому что штрих-код несколько то есть он сканировался написано что нельзя купить этот продукт потом когда они уже поменяли лейбу тогда уже можно было но в общем как говорится все это было так смешно если бы не было так грустно мой любимый конечно же антиперспирант люблю его он отлично защищает не оставляет черных вернее желтых пятен на белых не след белым на черным в общем все идеально мой ребенок тоже уже им пользуется поэтому я их покупают как вижу потому что помню был момент когда просто невозможно было купить какой-то просто кошмар был сейчас слава богу их опять загрузили возможно они меняли везде эти лейбы но тем не менее также в на сайте нотину не знаю как правильном произносится купила вот такую умывалку купила ее для ребенка у меня сестра очень хвалила едем ей посоветовали у неё сын 1 год к моей дочке мы обычно едем отдыхать все вместе им весело им здорово и вот мы когда были в турции высыпала их обоих невозможно вот эти солнцезащитные крема то что жарко и мне сестричка сказала что ей драматолог в латвии посоветовал вот этот вот вот эту умывалку от эйсенберг это клин я показывала кстати и в пустых баночках именно в ее пустых баночках и вот она и очень хвалила у нее еще она покупала ее в латвии в латвии она получается там чуть дороже и она ее брала с собой и вот когда сын ее пользовался этой умывалкой ему 12 лет пока он пользовался то вернее ему уже 13 лет у него просто в одном году родились но у них вот полгода разницы вот пока вот пользуется помоется буквально даже на ночь помоется кожа успокоится при щечке подсушится в общем в принципе на нем действительно очень хорошо работала и действительно высыпание подсыхали кожа становилась чище но и вот ребенок мне сказал тоже такую хочет вот я купила ей сегодня вот она будет ею грубо говоря умываться вот так вот она выглядит она виде так увидите тут будет пенкой создаваться ее надолго хватит потому что обычно вот эти вот пенообразные муссообразные умывалки они на очень долго потому что здесь из жидкости вот эта штучка она превращает в такую пену и там совсем надо чуть-чуть жидкости чтобы превратить в эту пенку здесь у нас наверное ничего не будет они есть на русском давайте откроем вот так вот откроем тут и вот у нас тут написано воздушная пена для лица очищает нормализует себоотделения для кожи комбинированной жирного типа утром и вечером ну в общем вот такую штучку мы купили умывалку дочки она очень очень хотела и повторюсь действительно на сыне ее работала вот мы допустим купили биорэ биорэ умывалка очень хорошо справлялась с высыпанием моей дочки но она вызывала у нее раздражение то есть у нее такой знаете вот на одном глазу как такое раздражение было мы сначала не могли понять от чего это сходили к врачу и врач нам предложил перестать пользоваться какими-то умывалками средствами как только мы перестали пользоваться биорэ у нее сразу же прошло то есть это явно было той умывалки от биорэ пока что возможно для нее слишком агрессивная но вот это вот как раз таки драматолог посоветовал для молодой кожи для вот такого знаете 12 плюс лет поэтому вот решила тоже ей купить пустых баночках узнаете подошло ей или нет пила я очередные сережечки на анна шайн лв или шайн лв такие вот это бижутерия стоили они вот я уже не помню по моему как-то там было у нее скидка если не ошибаюсь но вот такие вот под тиффани оттенок вернее оттенок тиффани у меня такая же рубашка есть в оттенке тиффани вот как раз таки принципе когда я увидела эти сережки я сразу подумала что я их куплю под свою рубашку рубашка у меня правда чуть светлее чуть ярче чем сережки но тем не менее у меня такие же есть розовые я пробовала уже розовые не очень неудобно если честно в застегивании но в принципе я их ношу только если на какой-то на какое-то мероприятие так что вот такие вот колечки под вернее колечки в оттенке тиффани также на анна шайн лв вот такие вот сережки я купила это такое знаете подкос под кортье вот этот их гвоздь ну обошлись мне они по-моему 18 паундов если не ошибаюсь 18 евро вернее вот они на гвоздики мне нравится когда на гвоздики удобно мне кажется одевать носить также люблю английский замочек вот раньше гвоздики не любила сейчас вот люблю гвоздики и и вот на гвоздики гвоздик вот такой такие вот они как полу кольцами но в виде вот такого закрученного гвоздя так вот это интересно выглядит и вот интересные сережечки также на культ бьюти я купила вот эту помаду от наташи динона my dream лист липсик у нее есть my dream palette в таком же оформлении с клякс и мне сейчас не нравится ее оформление той палетки и мне кажется такая темновато ну или же это создать эффект из того что там черный фон и этот цвет наташа сначала я вроде как то так знаете прошел мимо меня но потом я видела много сводчи вроде как отзывов вроде как неплохая помада вообще в принципе помады это тоже динона мне нравится у меня их всего лишь две немного но мне они понравились прям очень понравились поэтому думаю качество если будет оно такое же то супер здесь три с половиной грамма и оттенок главное что подошел ну вроде как вроде как по отзывам многим эти помады подходят и красивый такой нейтральный оттенок но оформление странная на мой взгляд ну ладно хоть какой-то все равно не просто да что то такое здесь у нас тоже вот наташа оттенок my dream липстик одинаково у нее упаковочка вот такая же такой квадратик на магнитике здесь вот так вот все это выглядит и сама помада вот такая она здесь у нас ой здесь у нас логотип наташа динона и давайте ее посвотчим приятный цвет мне кажется так давайте его сюда вот тоже нанесу приятный оттенок мне кажется пахнет приятно каким-то таким выпечкой такой ванилью какой-то такой знаете вот когда пекут какие-то такие булочки там такой ванилью пахнет вот такая вот в ваниль для выпечки красивый оттенок действительно такой кажется наверно многим подойдет могу я его отнести действительно к базовым таким к нюдовым оттенком это не матовая я матовую и не хотела я хотела именно сатиновую помаду здесь она как раз таки видится такая сатиновая красивый оттенок вот он такой вот красивенький красивенький и на культ бьюти наконец-таки наконец-таки появились вот эти жидкие тени от бренда about face в оттенке смолдер очень это у них популярный оттенок он практически не всегда out of stock его вот он появляется его разбирают моментально я давно была подписана чтобы как он только появится меня повестили но ничего они не повестили я просто случайно зашла я обычно оставляю открытые странички если я хочу в телефоне если что-то хочу купить и я просто зашла как-то на эту страничку смотрю появился этот оттенок то есть я вы сразу же приобрела не знаю как будет выглядеть это на моих глазах но на девочках которые делали макияжи на них очень красиво смотрелся этот оттенок так вот открыть красиво очень смотрелся и многие его приобретали потому что очень красиво смотрится на глазах это такой paint для глаза для глаз вот он у нас в оттенок смолдер about face я даже знаю девочек которые покупают его не в первый раз то есть они покупают он закончился они покупают его еще раз и у них действительно очень красиво смотрится так вот интересная упаковка ничего лишнего и это такое вот видите такой банан дан как сейчас модно уже смотрю входит в моду этот манин дан оттенки то есть так вот быстренько нанес и побежал то есть не какие-то уже такие графические макияжи а уже такие знаете как манин дан пахнет химозно чем-то но видите очень красивые так очень красиво светится этого для тех кто любит такие металлические сверкающие оттенки вот такой вот он вот красивый рядом с помадой вот вам и целый лук помады и тени вот они как красиво смотрится вот 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 они, как смотрятся. Вот они в тенечке. Вот в самих тенях сколько у нас тут? 4 миллилитра, то есть, в принципе, немного, но достаточно. В самой помаде у нас 3,5 грамма, вот так у нас помадка выглядит с такой кляксой на магнитике. И вот сам этот оттенок. Вот тут Наташа Динона. Вот такой оттенок. Ну и вот при вечернем освещении первая это помада, а вторая, вторая это вот эти тентованные тени. Красиво, мне кажется, что помада смотрится, что эти тени. Посмотрите, как они красиво сверкают при искусственном освещении, как все это красиво смотрится. И помада тоже, действительно, помада Наташа очень красивая. Обратите на нее внимание. Я не знаю, она будет в постоянной коллекции или же нет, но так как у нее вот это ее My Dream Palette и ее вот эти помада, мне кажется, я не знаю, возможно, она будет лимитирована, но вроде как не написано. Ну, в общем, пока она есть, ее можно брать. Вот они тут. Такие. Такие тени. Ну, на этом все. Это все покупки, которые были сделаны в этом месяце. Спасибо за внимание. Всех целую. Всем пока.